Задача государства – защищать интересы своих граждан, с чем режим катастрофически не справляется. Мы наблюдаем дефицит продуктов по всей стране. У многих белорусских магазинов возникли проблемы с поставками молока, а в некоторых оно и вовсе отсутствует. В Бресте и Пинске полки с сахаром почти пустуют. Ну почему? Потому что прошел слух о повышении цены до 4,5 рублей за килограмм. И так, скорее всего, и произойдет, ведь в стране продолжает разгоняться инфляция. Несколько международных агентств уже понизили рейтинг Беларуси до ограниченного дефолта из-за невыполнения долговых обязательств. При этом в Минтруда сообщили, что не будут повышать минимальную зарплату. Продолжают ухудшаться условия труда. В 2022 году белорусы стали гораздо чаще погибать на работе. Власти при этом все еще считают, что они ничего никому не должны, как недвусмысленно заявила депутатка Наталья Кулик в Новополоцке. В ответ на просьбы граждан обустроить детскую площадку. Что важно понимать? Выход есть, и он очень понятный. Нужно добиться окончания войны, причем для Беларуси и белорусов. Это означает победу Украины и поражение России, как единственного кредитора Лукашенко, благодаря которому он удерживает власть. Во-вторых, нужно избавиться от диктатуры, чтобы могли начать работать все программы, уже подготовленные демократическими силами. Например, всеобъемлющий план Евросоюза для демократической Беларуси. Это уже выделенные 3 миллиарда евро, которые пойдут на стабилизацию страны и жизни людей от кризиса. Тогда можно будет спасать предприятия, отстраивать инфраструктуру, улучшать условия труда и зарплаты. Один человек в стране создал вокруг себя систему, которая не ставит своей задачей заботу о вас. Поэтому все и каждый мы платим налог на Лукашенко, пока он сидит в своем дворце. Он отдает нашу территорию под военный гарнизон. С нашей территории летят ракеты в Украину, что является соучастием в войне. И этот человек взял в заложники тысячи людей, которые стали политзаключенными. Из-за этих двух причин вы не можете вернуть себе нормальную жизнь, как бы ни пытались и какие бы усилия вы не прикладывали. Чтобы это получилось, Лукашенко должен уйти. 8 и 9 августа Светлана Тихановская собирает конференцию «Новой Беларуси», на которой будет дискуссия на тему, как создать условия для достойной жизни и спасти страну от экономического кризиса. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, задавайте свои вопросы. Мы обязательно будем озвучивать их. Потому что это делается ради вас и для того, чтобы выработать план, как действовать в интересах беларусов. Спасибо. 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 Спасибо.